Добрый день! В эфире передача «Тема дня». Я ее ведущий Дэвид Шехтер. Я выступаю в данном случае не совсем обычной для себя роли. Обычно я здесь в этой студии комментирую политические какие-то новости, общественные события, но в данном случае я решил представить вам некое новое явление, некий новый журнал, который появился сейчас в Израиле. Журнал называется «Артикль». Я являюсь редактором его отдела «Нонфикшн», и я пригласил сюда к нам в студию одного из редакторов журнала Михаила Ильцона и главу отдела «Пэзи» Ирину Маулер. Почему этот журнал появился? Дело в том, что действительно у нас очень большая община жесткогязычная в Израиле, и у нее есть свои нужды. Есть нужды политические, есть политики, есть нужды муниципальные, есть муниципальные деятели, мэры, заммэров, члены городских советов, есть русская пресса, которая отвечает запросам русскоязычной общины, но и должен быть литературный журнал. Такого журнала до сих пор сейчас нет. Были какие-то местечковые такие издания в Иерусалиме, еще где-то, но до последнего времени был один журнал, который достойно представлял русскоязычный Израиль, который был представлен во всех университетах мира, крупнейших, на кафедрах словистики, библиотеках. Это журнал 22. К сожалению, по техническим причинам он де-факто свое существование прекратил, и образовалась некая ниша, ниша, которую следовало немедленно заполнить. Тем более, что сейчас проблема стоит в том, что, как это ни странно, но происходит некое возвращение к бумажному делу. В последние годы появилось очень много книг, гаджетов, электронные книжки, киндлы, и возникло ощущение, что действительно книга или журнал, напечатанный на бумаге, их время ушло, и их никто больше читать не будет, и люди смотрят киндлы и пальчиками вот так вот по этому экрану вводят. Но на самом деле ситуация сейчас несколько иная. Может быть, действительно для какой-то технической литературы это верно, то есть гаджеты, они намного более удобные. Может быть, для молодежи, скажем, 20 лет носителями информации сейчас действительно являются уже электронные средства. Для энциклопедии это тоже верно. Электронные средства сейчас полностью уничтожили энциклопедию. Нет никакого смысла в доме держать на 15 томов Большой советской энциклопедии или энциклопедии Британика. Ты набираешь в гугле то, что тебе надо, и получаешь через секунду ответ на все твои вопросы. Но что касается книги художественной и литературных журналов для поколения 50+, оказывается, все еще очень важно и удобно держать в руках такой журнал, понюхать его, перестать его вот так вот руками, посмотреть туда, посмотреть сюда. То, что нам не дает гаджет, то, что нам такую возможность не дает электронная книжка, или дает, но она все-таки не та. Удобнее вот так вот это сделать, найти то, что тебе удобно. Поэтому образовалась действительно ниша, пустота в русскоязычном Израиле, отсутствие литературного журнала в бумажном варианте. И поэтому редакция журнала «Артикль» решила начать его издавать в бумажном варианте. До сих пор он существовал только в интернете, он существует уже 10 лет этот журнал. За эти годы его посетили сотни тысяч людей. Но вот поскольку есть такая необходимость, как мы считаем, мы решили начать издавать его уже в бумажном варианте. Вот перед вами первый вариант, первый такой номер здесь, в этом журнале. И раньше были представлены, и сейчас будут представлены лучшие перья русскоязычного Израиля. Скажем, в этом номере, в первом номере бумажном, есть здесь всем известная Дина Рубина, есть Игорь Куберман, есть Яков Шехтер, есть Давид Маркес. То есть люди, известные в русскоязычной литературе, так будет и дальше. И вот я хочу задать вопрос тебе, Миша. Какие планы, кто в портфеле, что ты планируешь на следующий номер? Ну, я хочу сказать, прежде всего, как вопрос о годы. Чем отличается эта ночь от прочих ночей? Чем отличается этот журнал от прочих журналов? Ну, дело в том, что все литературные журналы, нынче толстые, в моем понимании, они похожи на осажденную крепость, которая окружена жадными варварами, дикими ордами авторов, которые рвутся проникнуть туда, разрушить это. И, в общем-то, многие толстые... Ты имеешь в виду графоманов? Ну, я имею в виду даже не графоманов, но многие толстые литературные, почти все сегодня литературные журналы, похожи на какую-то крепость, где сидят носители истины, и они закрываются от всех. А наш журнал, Артикль, мы, в общем-то, принцип, пусть расцветают сто цветов, лишь бы они были талантливы. То есть любой автор, который талантлив, имеет шанс быть напечатанным в нашем журнале. Делает этот журнал, я очень коротко скажу, это главный, так сказать, редактор, его вдохновитель, это твой брат Яков Шехтер, замечательный писатель, автор более 20 книг, ответственный секретарь-историк Михаил Сидоров и редакционная коллегия Ирина Маулер, которая отвечает, скажем так, за раздел поэзии. Ирина Морозовская, живущая в Одессе, она занимается разделом бардовской, скажем, поэзии, стихи и струны. Эдуард Бармашенко, профессор физики, философ, живущий в Ириэле, работающий в Ириэльском университете. Денис Соболев, профессор филологии, работающий в Хайфском университете. Ну и Давид Шехтер. То есть люди все талантливые, люди активные. Я надеюсь, что у журнала будет светлое будущее. Ирина, а какие поэты есть уже в портфеле, кто даст свои стихи? В этом номере очень известные люди. Это Борис Херсонский, это Катя Копович. Из наших израильских авторов это Феррик Чечек, это Михаил Сипер. Ну, есть у нас Александр Елен, который живет в Москве. Ну, это, так сказать, первая подборка. В следующем номере у нас будут такие авторы, как Андрей Грицман и многие другие тоже израильские авторы. Но я хочу сказать, что это здорово, что есть вот этот журнал, и здорово, что у нас есть возможность дать людям читать качественную поэзию, потому что поэзии сегодня много. Она печатается в открытом доступе на многих сайтах. И люди как бы потеряли ориентацию, что такое плохая поэзия, что такое хорошая поэзия. Но в том-то и проблема, что благодаря Марку Цукербергу сейчас в Фейсбуке он доступен всем. Ты заходишь на этот Фейсбук, открываешь свой аккаунт и пиши, публикуй. Раньше были какие-то фильтры, были какие-то эксперты. Какая-то цензура была. А сейчас, пожалуйста, это же дело не в цензуре, не в плохом смысле этого слова. А в хорошем. А в хорошем, что был какой-то порог, ниже которого публикация не допускала. А сейчас всё, что хочешь. Но я должна с тобой согласиться с тем, что ты говоришь, и не согласиться с тем, что раньше поэты долго ждали выхода своих книг. У них были проблемы, они мечтали о том, чтобы увидеть свои печатные строчки в журналах и так далее. Сегодня у них появилась возможность выставлять самим эти стихи, чтобы их другие читали. Не могут все поэты, хорошие поэты, я не говорю о плохих поэтах, даже хорошие поэты, они не умещаются в те журналы. А плохие это не поэты, это графоманы. Это графоманы. Мы говорим сейчас о поэтах. Хорошие поэты, даже при всём том, что они хорошие, вот как правильно сказал Миша, толстые журналы, у них есть определённый набор авторов, которые входят туда и с года в год одни и те же авторы. Пробиться в эти журналы очень тяжело и прекрасно об этом все знают. Я с этим тоже столкнулась и знаю, как это всё работает. Вот эта возможность к нам попасть, при том, что это качественная, хорошая поэзия, я считаю, это одной из главных вещей, которые предоставляет вот этот журнал. И вот Миша с Яшей как раз открывают двери вот этим авторам. Я просто получаю материалы, мне их присылают, я их читаю, ну не только я, ещё есть редакционная коллегия, я как бы не истинна в последней инстанции, но одной из звеньев. Я вижу, что присылают, я вижу, что есть на самом деле плохие поэты, так ты сказал, графоманы, а есть люди очень интересные, которые будут представлены в нашем журнале. Не знаю, дали ли им возможность других журналов быть представлены, но в нашем они будут. Миша, есть какая-то вот какая-то реакция, потому что журнал вышел в бумажном варианте совсем недавно, и была объявлена подписка, есть какие-то люди, которые уже издевили журналы. Да, и звонки есть, и пишут люди, и причём люди из Москвы, скажем, вот, профессор из Москвы подписался, например, очень интересно, что из Германии, из Америки. То есть, поскольку журнал не только в Израиле, он есть и в интернет-варианте, то достаточно быстро люди узнают. Но нам главное, чтобы люди эти поддерживали журнал. И то, что Ира говорит о поэзии, она делала, скажем, конкурс «Дорога к храму», сотни людей со всех стран мира, от Австралии до Канады. Расскажи. Я хочу просто добавить, что я не одна его делала. Мы делали с Мариной Миламед, известным поэтом и бардом израильским. И мы видели очень большой поток и наплыв поэтов со всех стран. Это было очень интересно и важно людям. Люди приезжали за свой счёт. Люди присылали стихи. Наши друзья-поэты из других стран в своё свободное время сидели и читали и из Израиля. Я могу назвать имена. Это и Света Мендерева, и Михаил Сипер. Сидели и читали в своё Изина Полванова, в своё свободное время. Большой очень поток был, очень много людей. Отбирали. Потом эти люди приезжали, выступали, и все были счастливы, что есть такая возможность. Поэзия сегодня объединяет людей со всех стран, все пишущие на русском языке. А сегодня на русском языке пишут от Камчатки до Африки, я так думаю. И приезжают уже из Новой Зеландии, откуда только они приезжают. Поэтому это важно проводить такие вещи. Я вот прочитала как раз, мне было интересно, что происходит в России сейчас с поэзией. Начала я читать с того, что там проходят конкурсы и союзы. Поддерживающие поэтическое слово и программы на радио и так далее и тому подобное. И вдруг в этом всём, в этом потоке, о том, что всё это проходит, и всё это поддерживается, и всё это есть, я начинаю читать письма о том, что тяжёлое материальное положение, что надо поддерживать, что оказывается всё не так просто. Я хочу этим сказать, что сегодня поэзия находится в совсем непростом состоянии. То есть как раньше стадионы поэтов же в России не собираются? Это было в 60-х годах, конечно. Но вот я пришла, например, к мнению, что чем меньше материальных благ, тем больше стремление к духовному. Когда у человека забирают что-то одно, он стремится к прекрасному. А когда его отвлекают на… Тогда нужно этот журнал посадить на голодный паёк. Паёк. И тогда он расцветёт. Это не журнал надо посадить на голодный паёк. Это людей надо привлечь к тому, чтобы они не забывали о том, что существует ещё кроме материальных благ что-то другое. Кроме работы, где они зарабатывают. Это всё понятно, не хватает времени. Но если человек не видит, не слышит, и так вот проходит мимо всего прекрасного, того, что есть в жизни, то жалко. Надо всё-таки каким-то образом открывать глаза и уши. Я думаю, что вот наш журнал как раз вот этому и прививает вот это прекрасное, что давайте, давайте читать, давайте смотреть, давайте не будем совершенно механизированы. Давайте всё-таки увидим, что день прекрасен, и что есть что-то красивое в этом мире. Отлично. На этой оптимистической ноте я хочу закончить нашу встречу. Я надеюсь, что новый журнал бумажный, точнее его в Ариабском году, 33 номер. Виртуальный. 33 виртуальный и первый бумажный. Будет у него такая же долгая жизнь и такой же большой успех. И что ж, заходите на сайт журнала «Артикль». И подписывайтесь. И подписывайтесь, если не нужно. Читайте и получайте большое удовольствие.